Понедельник на аппаратном совещании глава городской ветеранской организации Сергей Рыбак обратился к губернатору Дмитрию Овсяникову с просьбой помочь в решении финансового вопроса обеспечить выплаты ветеранам ко Дню Победы. Дмитрий Владимирович, есть ли возможность решить вопрос для ветеранов, чтобы я мог их успокоить и сказать о том, что да, все эти категории, 8 категорий получат доплату. Дело не в деньгах, ветераны привыкли жить скромно, но просто морально мы хотели бы понять, сможет ли правительство без ЗАГС собрания решить вопрос. Я хочу обратиться к жителям города и пояснить то, что происходит. Депутаты Кулагин, Посметный, Щербакова представляют не интересы жителей и ветеранов города, а отрабатывают конкретную зарплату, получаемую от одного человека Чалова. Соответственно, я все-таки вынужден заявить, все ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории получат одинаковые выплаты без деления на разных людей 7 и 15 тысяч рублей. Сегодня я ветировал закон, принятый, к сожалению, этими депутатами и внес закон, который обеспечивает решение озвученных задач. Уже через несколько минут на заседании правительства приняли постановление. Документы устанавливают размер единовременной денежной выплаты ветеранам ко Дню Победы, о которой и говорил глава города. Деньги получат все 8 категорий граждан, о которых говорилось ранее. Это почти 10 тысяч человек. Инвалиды Великой Отечественной войны и малолетние узники фашистских лагерей, которые стали инвалидами, получат выплату 15 тысяч рублей. Все остальные категории в соответствии с законодательством города Севастополя предлагаются установить единоразовую выплату в размере 7 тысяч рублей. Уважение к людям за их труд, за то, что они воевали, трудились, восстанавливали город Севастополь. Губернатор ответил, что все льготы будут даны и все будут выпущены в срок. Я думаю, что слово свое губернатор сдержит и правительство тоже, поскольку заявлено сегодня было при всех. Мы за это будем благодарны. Напомним, в прошлый вторник надежды севастопольских ветеранов достойно отметить священный праздник. День Победы, казалось, рухнули после скандального решения 13 депутатов. Парламентарии отклонили изменения в бюджет, внесенный правительством города, и решили, доплаты ко Дню Победы получат только жители осажденного Севастополя. Еще около 8 тысяч человек они не учли. Я не вижу никакой проблемы в этом. Поправки в бюджет у нас вносит правительство. Ему никто не мешает сейчас это сделать. Если это так важно. Такое решение депутатов вызвало возмущение ветеранов. В минувшую среду вместе с сотрудниками правительства они собрались, чтобы обсудить, есть ли выход из этой ситуации. На встрече звучали даже такие заявления. Это из ряда вон выходящий случай, когда начинают обижать ветеранов. Поэтому мы, собравшись сегодня в Доме ветеранов, представители ветеранских организаций, потребовали от законодательного собрания немедленно в течение сегодняшнего дня решить вопрос об этих доплатах. В противном случае мы оставляем за собой право таких протестных акций и будем призывать все ветеранские организации к нам присоединиться. Но поправки правительства Севастополя в бюджет касались не только доплат ветеранам. Это и выделение 205 миллионов рублей на завершение реконструкции Парка Победы и выплаты педагогам за профессиональную переподготовку. И эти изменения парламентарии на минувшей сессии тоже не поддержали. Все учителя с 1 апреля будут получать надбавки в размере полутора тысяч рублей за повышение квалификации ежемесячно. Парк Победы, о чем сказал Сергей Сергеевич, получит необходимое финансирование и будет достроен в срок. Напомним, в общей сложности правительство Севастополя предлагало парламентариям перераспределить 542 миллиона рублей бюджетных средств по различным статьям расходов. Вета губернатора на закон о главном финансовом документе города дает новую жизнь поправкам, которые не были приняты группой депутатов.